Кумиры этих школьниц не поп-исполнители, а Диего Марадона, Милош Красич и Андрей Аршавин. И пусть футбол вроде бы не женское занятие, для этих девочек нет ничего приятнее, чем погонять мяч. Хотя на такой площадке это сомнительное удовольствие. У нас поле щебёночное, поэтому дети много травмируются, сдирают колени. Раз в неделю школьницы стараются устроить тренировку на настоящем поле. Ощутить, что это такое, когда под бутсами упругое синтетическое покрытие. Играли, уже привычно на нём играть, хорошо мяч летает, ноги не скользят. Если бы всё это было просто дворовой игрой, то сошла бы и щебёнка. Но коллектив 47-й школы любительским не назовёшь. Наши девчонки в этом году выиграли чемпионат России по женскому футболу. И в качестве приза мы попали в программу, организованную Российским футбольным союзом совместно с УЕФА по застиланию 100 мини-полей в регионах Российской Федерации. Само поле, а оно стоит около 700 тысяч рублей, школа получает бесплатно. Но его монтаж и установка стоят почти в три раза дороже – 1,8 млн. Следства нашлись благодаря вмешательству городских депутатов и партии «Единая Россия». Финансироваться проект будет из городского бюджета. Здесь будет к октябрю месяцу лежать уже поляна с искусственным покрытием, на которой смогут заниматься и девочки, которые успешно выступают. Ну, в общем-то, и учащиеся этой школы, я думаю, что любые спортивные организации. Сергей Давыдов подчеркнул – это не единичная акция. К следующему году в мэрии подготовят программу по установке и содержанию на школьных дворах хоккейных коробок и спортивных тренажеров.